Благодарю вас. Спасибо за субтитры. Добро пожаловать. Пожалуйста. Рад вас видеть, господин посол. У Русской Православной Церкви традиционно очень добрые, активные отношения с посольством Японии в Москве. И к этому есть много причин. И первая, может быть, и самая важная причина, что в результате миссии Русской Православной Церкви в Японии возникла Японская Автономная Православная Церковь, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек. И эта церковь является очень важным связующим звеном между нашими народами. Япония — это большая страна и многомиллионная страна, но эта равнительно небольшая православная община играет очень важную роль в том, чтобы отношения между нашими народами были сердечными. Потому что для нас православные японцы — это духовно близкие люди. Вот поэтому, исходя из этого, мы выстраиваем наши отношения. И посещение Японии совершали и мои предшественники патриархи. И я имел возможность тоже посетить Японию, встречаться с Его Величеством, императором, и с премьер-министром вашей страны, посетить места, которые пострадали от цунами. Мы с сердечной болью восприняли тогда эту катастрофу. И я радуюсь тому, что работа, связанная с оказанием какой-то гуманитарной поддержки, она еще больше сблизила нас со многими в Японии. Как мне стало известно, в этом году вы празднуете свое 60-летие, будете праздновать. И как раз это совпадает с 60-летием установления дипломатических отношений между Японией и Россией. Я уверен, что ваше назначение послом совпадает с важным периодом в двусторонних отношениях России и Японии. Я думаю, что и российский народ, и японский народ хотели бы радикального изменения к лучшему этих отношений, к преодолению всех негативных последствий Второй мировой войны, с тем, чтобы была открыта новая страница в этих двусторонних отношениях. И дай Бог, чтобы ваши труды в Москве этому максимально способствовали. Еще раз сердечно вас приветствую.